15 марта в Первомайском районе прошел митинг против полигона по утилизации нефтяных шламов. Как оказалось, местные депутаты и жители еще с декабря прошлого года выражали опасения по поводу того, как этот полигон влияет на экологию и здоровье населения. Но администрация их игнорировала. У нас на свалке ТБО, без согласования с людьми, начали свозить эти нефтешламы. Возят с Ташлы, да, с Латковска, с Заречного. Раньше эта площадка была в Ташлинском районе. Уже не раз нас тут душит то ликерка, тут нас травила, то, значит, там коммунальные не там вбросы или там что, дышать нечем. Теперь еще эти отходы. Жители уверяют, что стоки с полигона попадают в реку, а уровень онкологических заболеваний вырос в разы. Активные граждане района посчитали, что за это время работы полигона на него привезли не менее 54 тысяч тонн шлама. Никаких обращений главы Первомайского района о установке этих экологических постов нет. Не было проведено публичных слушаний, где бы мы с вами могли высказать свое мнение. У вас есть в этом году великолепная возможность поменять власть. В сентябре будут выборы. 16 января 2019 года администрация района заключила договор на 10 лет с компанией Промэка. Сумма контракта составила 303 тысячи рублей в год, что не составляет даже одного процента от бюджета района. Успокоить волнение жителей попытался глава района. Здесь живут мои дети и мои внуки. Вы что из меня делаете убийцу-то? Они что? Если кто тут кричит продался, купился и так далее, пожалуйста, здесь суды докажите. После этих слов глава района подгул жителей удалился со сцены. На протестной акции жители собирали подписи за наказание за загрязнение окружающей среды и закрытие объекта. Также местные призвали местные власти расторгнуть договор с компанией. Обращение они намерены передать губернатору области.